Вы вспоминали 1945 год, а я вспоминаю, вчера мы обсуждали 1943 год и тот момент роспачи, на русском языке, отчаяния, спасибо, Сергей, который испытывал тогда Гитлер, когда он начал вручную управлять и переставлять на карте своих солдатиков, тем самым привел еще быстрее к победе над фашистской Германией. Так вот, то же самое после еще и отстранения Шойгу от своей должности делает, якобы делает, ну, в принципе, там пишется, что это не первый месяц он это делает, сам Путин непосредственно повторяя практически проторенную дорожку диктатора прошлого века. Насколько этот элемент нам на руку и насколько в окружении Путина отсутствуют достаточно подготовленные профессиональные генералы, которые уничтожаются на украинской земле огромными количествами, для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию? Если вручную будет далее управлять своей армией, как быстро это все придет к краху? Ну, мы уже перестали считать, что пятый, шестой или седьмой генерал уже возглавляет свою операцию в Украине, российскую операцию в Украине. Мы понимаем, что время от времени Путин брал бразды правления, при том очень и очень заметно, в том числе для военных, что, конечно же, для профессионального военного. Иван, если у нас с вами сейчас связь, похоже, что сейчас есть связь, возобновили. Да, можем продолжить. Такое отношение Путина. Вас не было в эфире. Да, повторите, пожалуйста. Так вот, генералы уже меняются не впервые. Путин, очевидно, взял бразды правления где-то впервые, мы помним, после неудачи в апреле. В апреле он пробовал активно командовать военными. Понятно, что у военных есть ревность к такому гражданскому втручанию или как, вмешательству, да, такому грубому вмешательству их профессиональную площадь. И поэтому, конечно же, это им не добавляет каких-то желаний делать более профессиональные вещи, поскольку они понимают, что политики сильнее сейчас, чем профессионалы, чем военные. Но мы видим, конечно, профессионалы тоже в скобках и видим сейчас, конечно, желание у Путина еще более, потому что он понимает, что в этом его жизнь или, в конце концов, его конец будет близок или далек в зависимости от того, что будет делаться в России. И, как ему кажется, если он будет более глубоко в процессах, то, возможно, он оттянет как-то этот счастливый для себя и для многого его окружения конец. Поэтому, конечно, он будет включаться, и это удел, к счастью, удел всех диктаторов пробовать своим таким незапоречным авторитетом, как это сказать, да, непоколебимым каким-то авторитетом пробовать решать вопросы, которые далеки от его профессиональной подготовки. Конечно же, мы можем только сказать, что это, наверное, тот удел сравнить с гитлеровской Германией, сравнить с тем, как Саддам Хусейн вел свои военные действия и многие другие подобные ситуации.